Ну что, доброе утро, мои хорошие! У меня хорошая новость! Детская готова! Сейчас я хочу вам ее показать. Она готова, как бы, ну, основа готова, да, но мне нужен будет ваш совет какой-то, чем можно дополнить, потому что немножечко она кажется, может быть, пустоватая, не хватает еще чего-то на стене. В общем, пойдемте, я вам сейчас покажу и буду ждать ваш совет в комментариях. Итак, заходим в нашу детскую. Так, уже кто-то здесь прыгал, я только недавно все собрала. Ты посмотри, ты посмотри, что творится. Ладно, это резинка тут, салфетка. В общем, смотрите, кровать, сейчас она разобрана, потому что мы с Денечкой спим сейчас здесь вдвоем. Он привыкает к своей комнате, вот, и, ну, уже как бы играется вовсю. Вот они, игрушки его все здесь стоят. Но давайте по порядку. В общем, в основном эта кровать собирается, становится вот такой. Но сейчас мы спим вдвоем здесь, и вообще как-то она вот удобная, и даже нет желания прям ее срочно собрать. Да, я купила топпер. Здесь у меня два матраса, если сложеная, один на один. А если не сложенная, то здесь, ну, как бы соединение такое идет. Да, я купила топпер, сейчас тут он спрятан, его не видно. Ну, короче, ладно, не суть. В общем, вообще кровать мягкая, суперская, простыня на резинке. И, в общем-то, вот этот вот комплект, это специально я покупала, на самом деле, на будущее, вот, в его детскую. Потому что я хотела, чтобы преобладали такие цвета мятные, знаете, немного там голубо-мятные, что-то такое. Ну, и серые, да. Вот. Этот комодик стоит временно пока что. Ну, просто он на колесиках, удобно здесь что-то поставить с этой стороны. И с этой стороны я поставила его комод. Здесь его игрушки. Внизу там книжки, еще что-то. Ну, у меня еще один есть, на самом деле, стеллаж. Я думаю, что там в открытую можно поставить игрушки. Хорошо. Вот. Здесь у нас, кстати, постельная. И там, и там постельная. Здесь книжки его лежат. Мы на ночь любим что-нибудь полистать, почитать. Водичка. Это вот такая бутылочка у нас с трубочкой. И тоже в цвет, видите, это в фикс-прайсе я покупала. Очень нравятся мне эти ночники и деньги нравятся. Классные. Вот. Дальше комод идет. Этот комод принадлежит тоже деньги. Два нижних ящика это его вещи. Вот этот вот еще пустой. Это простынка, которую я новую в Икеи купила. На его кровать. Вот здесь всякие его развивашки. Еще не до конца все положила. Вот. Ну, единственное, верхняя это моя. Тут он все равно не достает до сюда. Фотография, где ему два года. Вот надо еще сюда что-то поставить. Вот что мне не хватает, так это что-то вот здесь на стенах, чтобы было. Видите, здесь какая-то пустота и хочется что-то картин. Или может, я не знаю, чем можно еще интересным, может полезным задекорировать. Но над кроватью не хочется, чтобы полки какие-то висели слишком тяжелые, чтобы там не уронилось на голову. Ну, в общем, так. Дальше. Здесь у нас идут занавески. Наконец-таки эти занавески мне понравились. То, что они такие, знаете, серо-белые. Они не скрадывают пространство. Вот. И они отличные blackout. То есть на ночь я их закрываю, чтобы никакого просвета не было через окно. Внутри у меня еще здесь ролл-шторы сделаны. Вот. То есть это если солнце. Когда солнце, оно отсвечивает от соседнего дома и прямо сюда падает. Как будто мы на южной стороне, знаете, красиво свет застилают. Но если хочется много света, то нет. Но если я снимаю, ну, не закрываю, я имею в виду. Но если я снимаю вдруг видео, то мне не нужен яркий свет. Я эти ролл-шторы закрываю. И становится немного такая более спокойная обстановка, да. А эти шторы я только на ночь закрываю. Так они в основном открытые. Девочки, лайфхак. У меня есть стол, который достался нам от дедушки Денинова. Вот. И я не знала, куда его деть. Потому что пока что он нам не нужен в плане... Денька не сидит за компьютером, да. Но стол ручной работы делал его дедушка сам. Я думала, куда его спрятать, девочки. Лайфхак. Вот где он у нас стоит. Вот так вот. Я его завесила. Потому что там, ну, некоторые есть моменты. Надо завесить. Такой стол. Вот. Он большой, классный, компьютерный. Со всеми приколюхами. Вот. Не знала, куда его деть. И вот отлично он здесь за занавесочку стал. Смотрите. И даже не видно. Здесь еще место осталось. Розетки. Если что-то нужно сюда будет, ну, положить, спрятать. Может, да. Специально я впритык комод не делала. Вот. В общем, вот такие дела. Отлично. Здесь у нас уголок Денькин. Стол вот этот хотела сначала отдать. А потом он отлично сюда вписался. Какие-то игрушки сюда поставить. Получается, еще там у нас вот игрушки. И вниз можно игрушки поставить. Дорога его. Здесь посидеть можно, полистать книжку. Здесь я перебрала, девочки, все его игрушки. И половину реально выкинула. Остались крупные игрушки. Даже если вот эти он все разбросает. Отлично вообще. Я их так быстро собираю. И все. У нас два коврика, видите. Один я постелила под ножки коврик. Ой. Ну, не знаю. Я думаю, вот этот надо коврик подвинуть чуть-чуть. Что вот, в принципе, не обязательно, чтобы там был коврик. Либо еще один купить. Но он уже совсем не поместится. Это надо будет этот подвигать под самый конец туда, да. Здесь стелить. Не знаю, короче. Хочется как-то их соединить. Дальше. Стеллаж. Стеллаж, который я так ждала. Его очень быстро мне привезли, собрали. Здесь Денькины. Игрушечки. В общем, мне очень нравится сочетание этих цветов. Я специально взяла яркие вот такие вот ящики. Да, чтобы вы не говорили, что здесь совсем прям бледно. Яркие акценты какие-то должны присутствовать. Вот я их сделала. Тем более в детской. Это еще не все. Можно еще что-то яркое сделать. Это за счет картины какой-то, за счет чего-то подвесного. То, что можно быстро менять. Эти ящики мне понравились тем, что они с одной стороны вот такие, а с другой стороны такие. То есть, если что, можно всегда поменять местами. Весь низ я решила сделать ящиками, да, потому что это функционально. Они очень вместительные. Очень удобно с ними, да. Вот здесь вот мои ящики старые. Но, в принципе, их можно поменять. Вон, еще купленные у меня ящики. Нижнюю часть, две трети, я решила сделать с коробками. Потому что они, на самом деле, очень вместительные. И помещается много игрушек там в разные. Это, честно, еще не разобрала. Вот это и вот это. Потому что много всего, как бы на все нужно время. Ну, а верхнюю часть я решила сделать декором. Это у нас как подсвечники работает. Вот здесь деньги на фотографии будут. Вот это тоже подсвечивается. Вот, телевизор наверх поставила. Не стала штробить здесь дырки. Вообще, у меня есть специальная такая штука, которую, не знаю, привешиваешь и вешаешь телевизор на нее. Но, так как стеллаж достаточно высокий, я подумала, что пока я телевизор поставлю. Вообще, я хочу сюда телевизор побольше, в детскую. Я решила перенести со спальни телевизор, потому что я думаю, что в детской телевизор он более, ну, как бы пригодится. Потому что, если детки к нам приходят, иногда нужно отвлечь их внимание, включить какие-то мультики, чтобы они чутка позалипали, да, после того, как они уже тут сходят с ума, да. Это как бы нужно. Вот. Ну и, в принципе, все, да. Вот такая вот у нас детская колесико откуда-то отвалилась. Вот такая детская получилась. И вот, что я говорю, да, мне не хватает на стене. Вот эта голая прям стена, девчонки. Вот советуйте, что сюда можно сделать. Если у вас будут какие-то интересные идеи, присылайте мне. И здесь тоже, и здесь тоже. У меня еще есть один стеллаж, я говорила, да. Стеллаж вот этот, который я все никак не могу разобрать. Тут уже, видите, подвешенный телевизор уже. Вот вынесла я цветы. Одни цветы убрала. Этот еще держится, Бенджамин, по-моему. Вот этот стеллаж я тоже разберу, и я хочу его поставить в детскую. Здесь открытые полки, здесь будут книжки лежать, да. Тоже какие-то вот моменты. Только думаю, куда его втулить. Это тоже в ближайшее время я буду делать. Здесь у нас, кстати, люстра, помните, да, которая тоже у меня, пожалуйста, ярко. А что я без света снимала? Наверное, здесь нормально вам видно было? Вот. Холодный свет, теплый свет, ночнички. Вот так вот. В общем, и кто-то мне сказал, что у меня здесь как-то серо и темно все. Девчонки, ну, на самом деле, что могу сказать по там серости, темности и так далее. Во-первых, я человек внутри очень спокойный. Я нахожусь в комфорте с этими всеми цветами в квартире. Белый, серый, бежевый. Когда появляется какое-то яркое пятно в квартире, оно начинает меня раздражать. Я могу, конечно, купить какое-то покрывало, да, там, или, не знаю, купить какой-то подсвечник или коврик. Но я знаю точно, что я его сверну и уберу через какое-то время, как он мне надоест. Но сама основа квартиры должна присутствовать вот в таком всем спокойствии. Вот когда для кого-то это, знаете, там, типа скучно, напоминает, может, какой-то офис, там, я не знаю, больницу, там, еще что-то. Но мы же делаем квартиру каждый под себя, под свой внутренний мир. И мы все разные. Не всем подходит то, что подходит, например, кому-то. И для меня, так как Денька, он еще маленький, он, ну, как бы, спрашивать у него, о какого цвета тебе шторы повесить, да, или, там, какой тебе стеллаж купить или еще что-то, пока что это вообще, ну, как бы, не нужно. Не то, что не нужно, он и не ответит, а если ответит, он может выбирать, я не знаю, что попало, и что я тут буду делать. Я взрослый человек, естественно, я немного это делаю все под себя. Да, конечно, вот вам яркие краски, вот уголок весь яркий, все прекрасно, комодик яркий, покрывальтик яркая, коврик, еще на стенах повешу, я хочу фотографию заказать, которую напишут маслом, там, да, или чем-нибудь, короче, напишут красивую, и тоже повесить куда-то красиво. Вот, вы сейчас, может, идеи какие-то попадаете. И я чувствую себя комфортно именно вот в таком. Максимум я могу прийти в гости к кому-то, у кого, знаете, там, тут не наставлено даже больше, а просто есть даже ничего не наставлено. Но сам декор, сами краски, сам рисунок, все очень много, мозаики какой-то, цветов много ярких, и все кажется такое ребристое. Я могу только в гости вот на один вечер приехать, да, но ни в коем случае не жить в таком. Но меня, как внутренне спокойного такого человека уравновешенного, меня это будет раздражать, вот. Поэтому тут как бы вот вам скучно, а мне весело, а мне спокойно, комфортно. Вот, такие вот дела. В общем, пишите ваши комментарии. Я надеюсь, детская вам понравилась. Хотя, в первую очередь, она должна нравиться мне и моему ребенку. Ну, может быть, какие-то идеи, да, я больше, наверное, снимала для того, чтобы какие-то идеи вы, может быть, для себя подчеркнули. Многим понравилась эта кровать. Про меня начали спрашивать ссылки, где брала. Я брала отдельно кушетку и отдельно в Арматек. Я заказывала на нее матрасы. Единственное, что матрасы сюда, они идут, один матрас, 13 глубиной, 13 сантиметров. И когда ее складываешь, нам нужно положить матрас на матрас. Получается глубина 26. В Икеа есть простыни с глубиной на резинке, да, простыни, с глубиной 26. Они как раз покрывают все два матраса. Вот, как раз-таки, вот это я купила. Именно, вот, светленький, видите, он 80 на 2, глубина 26. Прекрасно все скрывает. Но единственное, что кровать получается немного высоковатая, чем как она представлена в магазине Икеа, да. Но, тем не менее, мама тут спала. Я лежала, да, было достаточно комфортно и уютно. Полез уже куда-то. Вот. Ну, Анденька выбирает себе игрушку на день, да. А циферки бери, где цифры лежат. Вот мама сложила, вот, да. Вот, ставь вот так вот и давай, взвешивай. Запечатала мама, да? Ну, специально, чтобы ты не разбрасывала. Вот здесь вот открываешь. Оп, все. Взвешивай. Какая цифра? Четыре. Правильно. А это? А это какая? Шесть. Шесть или нет? Это не шесть день. Вот. Какая цифра? Тевять. Правильно. Место для детской, на самом деле, здесь очень комфортное. Это комната. Еще когда здесь было все завалено и здесь лежали матрасы, и мы спали на матрасах, когда нам делали спальню, да, было очень комфортно здесь спать. Я еще тогда заметила. Здесь уже спали в этой комнате и Люси, и Таня, и мама моя. Мама и Таня, вот, у Люси не спрашивала еще, вот, мама и Таня, они прямо в один голос говорят, что здесь очень классно спать, здесь высыпаешься. Очень уютная, классная комната. Вот. И я здесь с удовольствием сейчас с Деникой сплю, ну, чтобы приучать его, как бы, в своей комнате, что мы здесь находимся и так далее. Вот. А потом просто, когда будем жить вместе с любимым, да, мы будем, естественно, спать в своей комнате, а Денька в детской. Вот. Если приезжают гости, опять же, да, кто-то тут вот купила кровать, не Деньки, а мама тут спит и так далее. Это вообще, честно говоря, без комментариев, да. Вот. Но я вообще думаю, вот Лена, когда ко мне с Машенькой приезжает, они спят в моей комнате, потому что Маша выбрала мою, мою комнату, она хочет там спать. Мы с Денькой спим здесь. Вот. Сейчас мы уже два дня спим здесь тоже, в этой комнате, и комфортно абсолютно. А в своей я там снимаю или еще что-нибудь делаю. Вот. Что касается там Деня и не спит отдельно в своей комнате, девчонки, ну, ему еще не комфортно спать без меня. То есть он даже, я вам так скажу, я его укладываю, ложимся спать, я его укладываю. Он засыпает. Потом я ухожу, и всю ночь я работаю. Он спокойно спит в своей комнате. Но утром он привык, что он просыпается, или бывает, он даже среди ночи может проснуться в 3 часа, там, полпятого, и такое трогает, что меня нет, да. И начинает вставать, и мама, мама. Я прихожу, я говорю, Зачка, спи, я еще работаю. Он ложись. Нет, ложись. Сквозь сон, он вот так на меня руки, ноги загинет, чтобы я никуда не уходила, и спит со мной. Честно говоря, я еще сама, вот сама в этом смысле, мне кажется, больше привязана к ребенку, и я не представляю, как спать без него. У нас большая кровать, он спит в одном углу, я сплю в другом углу, но такой должен быть плавный переход, потому что мне будет спать одиноко в квартире одной, а ребенок мой в другой комнате. Ну, какой, не кайф мне спать в другой комнате, я хочу спать с ним рядышком в обнимочку. Он так вкусно пахнет, обнимет меня. А утром он обнимает меня и говорит, мамочка, доброе утро, вставай, давай вставать, пойдем, скорее пойдем. И это прелестно, я не могу это сейчас поменять. Тем более мы вдвоем, и зачем, я не понимаю, я не вижу смысла вообще в этом. И я не думаю, что если мы сейчас будем с ним спать вместе, в одной кровати, я не думаю, что что-то страшное случится, и потом ребенок в 7 лет, в 6 лет не сможет спать без меня, когда нужно будет. Все будет прекрасно, гармонично, все интуитивно, все как мама чувствует, я думаю, так и надо делать. В общем, жду ваших комментариев, лайков, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересного, я еще свою комнату преображаю, но это я во влогах уже покажу. Еще не сделала, хочу поменять там занавески, тюль повесить, занавески бежевые купила. Такие же, как эти, только бежевые. Вот, что-то я разболталась уже, да, какое-то длинное видео получилось. Ну, надеюсь, информативное для вас. Люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Ты моя счастье, на свете не ценей твои глаза. Освещаю путь мой, когда с тобой мы наедине. Я ощущаю жизнь намного лучше. Ты моя счастье, ты мой свет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.